Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня мы увидим бой на тяжелом польском танке 60ТП Ливандовского. Данный танк славится, конечно, своей невероятной мощью, как орудия, так и бронирование. Ну и в целом это все-таки сейчас, я считаю, имба. Также хочу порекомендовать вам отличный набор Duke, содержащий премиум танки, самуай смел, рейн 40 тонн, АТ-15А, ТИП-64, а также уникального командира, премиум аккаунт, эксперт опыта. В общем, хороший набор действительно. И все за 100 рублей по ссылке в первом закрепленном комментарии, переходи и приобретай. Также вот победитель, который выиграл золото в прошлом видео, теперь, соответственно, попробуй и ты поучаствовать и выигрывать. Для этого достаточно в комментариях указать свой игровой ник и досмотреть видео до конца. Итак, друзья, сегодня стартовали ранговые бои. И тут, конечно, возникает у многих вопрос, стоит ли в них участвовать. Но если у вас такой вопрос возникает, то, скорее всего, в прошлых сезонах вы не участвовали или вы участвовали совсем мало. Потому что, ну, понятно, что если вы прошли первый и второй сезон ранговых боев, то и третий желательно вам тоже пройти, потому что в таком случае вы получите максимальное количество наград. И я считаю, что ранги, несмотря на свою, так скажем, ну, унылость, скажем прямо, все-таки имеют большое количество призов разнообразных, в том числе боны, которые очень сильно нужны. И в дальнейшем я расскажу, какая имба будет продаваться за 10 тысяч бон в скором времени. И почему боны ни в коем случае сейчас не стоит тратить. И также, друзья, в ранговых боях теперь можно получать очки боевого пропуска, что, конечно, большой плюс, я считаю, так как можно продвигаться еще и параллельно в боевом пропуске, получать там награды. Это очень хорошо, я считаю, большой плюс. Можно этим пользоваться. Ну и не прошло без новых боновых танков, но и специально сделанных для рангов. Это Шкода Т-45, танк с седьмого уровня. И, в общем, его специально сделали для рангов. В максимальной, так скажем, стоимости своей танк удивляет. 12 тысяч бон за танк седьмого уровня. Это что-то новенькое. Но на самом деле, продвигаясь в рангах и получая там новые ранги, играя много боев, ты, соответственно, можешь получить скидку. Но без скидки я крайне не рекомендую приобретать этот танк. Даже со скидкой, там где-то он 5 тысяч что-то выходит, бон, может, даже чуть побольше. Все равно очень дорого, потому что танк седьмого уровня всего лишь-то. Тут танки как бы восьмого уровня продаются за 6-7-8 тысяч бона. А зачем брать, соответственно, танк седьмого уровня? Хотя это уникальный танк. Ну, конечно, вам решать. Также в рангах можно получить и другие награды. Среди них особо выделяется танк концепта 1Б девятого уровня. В принципе, очень даже хороший такой танк по характеристикам. Но я не уверен, потому что по характеристикам вроде бы может быть норм. А поиграешь и будешь потом подуваться. Но надеюсь, что танк не подведет. И действительно, он будет достойным призом за эти страдания, которые люди испытывают в рангах. А я не понаслышке знаю, что такое в ранге мучиться. Потому что сам много сезонов прошел. Ну, последний сезон я пропустил, правда, но все равно. Также можно получить 3 боновых оборудования. Это максимальный приз. Ну, там еще есть варианты с двумя, с одним оборудованием. В любом случае, сколько бы вы не получили оборудование, ну, это хорошо. То есть, я считаю, что оборудование полезное. Ну, что стоит уяснить, друзья, это то, что боны сейчас ни в коем случае нельзя тратить. Потому что, по заявлениям инсайдера, за 10-15 тысяч бон можно будет приобрести очень хорошие танки 9-10 уровня. В обновленном боновом магазине, который стартует только после ранговых боев. Почему разработчики так делают? На самом деле, тут все понятно. То есть, игроки все больше и больше отчаиваются. Многие, я уверен, пойдут купить сразу же за 12-15 тысяч бон Шкоду. Вот эту новую. Подумают, а что, вот лежат эти боны. И это только пылятся. Глаза мозолит. И потратят в итоге. А, между прочим, тут у нас новая ПТ-СА, Объект 268, вариант 5. Приблизительная стоимость ее около 10 тысяч бон будет. Ну, возможно, дороже. Я даже думаю, дороже. Но инсайдеры заявляют, что около 10 тысяч бон. Что, конечно, супер халява будет. Потому что, ну, по характеристикам, это настоящая имба, действительно. Всем привет, дорогие друзья. С вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы показать отличнейший сайт. Водхаб. Тут можно выиграть разнообразные игровые ценности. Также тут бесплатная раздача разнообразных призов. Можно поучаствовать. Каждый может, в общем-то, выиграть, например, 30 дней према. Ну, еще танк какой-то маленький. И вот также есть розыгрыш премтанка. Это за энергию. Энергия достается при открытии коробок. Давайте поиграем. Соответственно, начнем с кейсов под названием Incognita. Это самые, наверное, сейчас топовые кейсы. Ну, я много разнообразных сайтов видал на самом веку, так скажем. Но вот эти кейсы самые, наверное, крутые, которые только вообще возможно. И по количеству лута, и вообще очень выгодно. Вот премиум танчик забираем, естественно. Но не имеет смысла тут, мне кажется, 100 рублей класть там или 200. Ну, хотя может повезти, конечно. Вот косарь, если там закинуть, или хотя бы вроде 500, вполне можно выиграть что-то ценное, мне кажется. По крайней мере, у меня получается, хотя не всегда. Ну, то есть, бывают и кейсы обычные. Ну, это просто с анимацией. Тут открытие есть без анимации. Я предпочитаю без анимации открывать. Давайте попробуем еще что-нибудь. Ну, например, я не знаю, какую-нибудь там, какую-нибудь коробочку. Типа, и этой откроем, попробуем. Может, получится выиграть. Ёбу. Ну, кстати, близко премиум танки были, но не подфартило. При этом ВК-168-1 прям очень близко был. Так, мне тут на два кейса хватит. Ну, вот, напоследок откроем, посмотрим. В принципе, я уже отыгрался, так что, ну, ладно. Понятно, что он не получился. В любом случае, ссылка на сайт в описании. Так же у нас тут Бабаха ФВ-215Б-183. Мощная ПТ-САУ с огромной альфой. Способная выдавать, конечно, сумасшедший урон. И считаю, что действительно, эта машина стоит, ну, хороших бон. То есть, ну, ее, скорее всего, опять-таки, будут продавать около 10, ну, может быть, 15 тысяч бон. И, соответственно, ну, хорошее приобретение. Потому что Бабаха, ну, по крайней мере, сейчас, на данный момент, пока не изменили фугасы. Это настоящая жесткая имба. Ну, не всегда, конечно, она очень рандомная, но способная, в принципе, во многих боях, там, выдавать сумасшедший урон. Только представьте себе, за 3 удачных выстрела можно нанести примерно около 5-6 тысяч урона. Это, конечно, сумасшедшие цифры. А так же у нас СРВК 9 уровня, похоже, тоже готовится к выходу в обновленный боновый магазин. Почему разработчики ничего не говорят о обновлении бонового магазина? Почему они молчат? Да потому что им выгодно, ребята. Неужели никто этого не увидит? Неужели никакой вододел об этом не говорит? Или, там, стример? Неужели никто, ну, ничего не подозревает? Я лично вижу то, что разработчики стараются сейчас изъять из ангаров игроков максимальное количество ресурсов. И все началось с нового года, где много там танков продавалось, некоторые неплохие. Потом все это продолжилось с глобальной картой. И также черным рынком везде все, в общем-то, пытались у игроков отнять. Сейчас это еще, ну, уже закончившимся рынком, так скажем, подчеркнули вот этим вот, ну, где за чертежи можно было покупать разнообразные вещи тоже. Соответственно, чертежи изымаются из ангаров игроков. И еще одна китайская имбайс 114 SP2 готовится к обновлению Бонового магазина. Почему столько танков 10-9 уровня готовятся к выходу? Я уже говорил, соответственно, тут все очень просто. ВГ нужно сейчас как-то сместить баланс. Ну, чтобы игроки чаще играли на 8-9 уровнях. Ну, может быть, даже на 10-х. Потому что в таком случае при вводе танков 9-го уровня, премиумных, полноценных, соответственно, будет с кем сражаться таким игрокам, кто будет покупать прям технику 9-го уровня. А я убежден, что прям техника 9-го, 10-го уровня не за горами. ВГ сейчас пытаются свои заработки увеличить любым способом. То есть, а этот способ, я не знаю, самый прибыльный. Потому что как только прям техника 8-го, вернее 9-го, 10-го уровня выйдет, игроки бросятся ее покупать. И, наверное, первым танком будет Боновым. Боновым, чтобы, так скажем, немножечко подвязаться к игрокам, чтобы они, соответственно, купили этот танчик, потратили на него Боны, а потом уже можно сказать, ну, первый танк на халяву вам подарили премиум, а остальные покупайте, будьте добры. И еще один, кстати, премиум танк Каунф Панзер 07 Рэйч. Он, похоже, готовится для обновленного Бонового магазина. Почему я говорю, что похоже? Ну, потому что все-таки ошибки возможны в данном случае, так как информация инсайдерская и, возможно, что-то в ВГ, то есть, могут переделать. Всегда нужно понимать, что инсайдерская информация, она поступает, ну, немножечко, так скажем, запозданием. Она не 100% оперативная, то есть, обычно информация, которая поступает инсайдерская, она, ну, в общем-то, где-то примерно на месяц немножечко отстает от того, что делают в ВГ. То есть, в ВГ там что-то сказали, эта информация слилась, так скажем, в интернет, но через месяц они могут свои планы изменить и танки переделать, то есть, там, в общем-то, решить что-то по-другому. Но, тем не менее, все-таки эта информация очень ценная, я считаю, что ее нужно сообщать. И еще один танк, Объект 708, советский, очень мощный такой танк 10-го уровня, советский мастодонт, можно так сказать, новая имба ИС-7 замена. Еще один танк 9-го уровня, это тоже советский танк, как вы можете видеть, самая популярная, как бы, нация у нас в игре, это, конечно, Советский Союз. Здесь, соответственно, много техники для этой нации, ну, для того, чтобы максимально заинтересовать целевую аудиторию. Это, кстати, барабанный танк 9-го уровня, еще и советский, в общем, вдвойне раритет, можно так сказать, и многие, я думаю, будут готовы отводить за этот танк спокойно 10 тысяч бон, не задумываясь. И это, конечно, в общем-то, говорит нам о том, что боны в дальнейшем будут получить еще сложнее. Сейчас их убрали из боевого пропуска, ну, не совсем убрали, скажем так, сделали их гораздо реже. И вообще, вы заметили, как боны стало сложно получать. Раньше они, по-моему, доставались гораздо проще, сейчас их вообще практически нигде не достать. Все это связано с тем, что бонус станет еще более редкая такая валюта. И те, кто ее копил и не тратил, у них будет некоторое такое преимущество. На этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»